Мы продолжаем наш разговор у открытого микрофона. Все, кто не успел сказать и хочет подвести итог, я приглашаю сюда к трибуне. Не забывайте, пожалуйста, представиться. Здравствуйте, Анастасия Бондарева, факультет филологии и журналистики Южно-Федеральный университет. В продолжение вышесказанного хотелось бы вспомнить еще раз о наших родителях, которые внесли огромный вклад как в нашу жизнь, так и в ощущение этого волшебного, которое должно быть в каждой жизни, в жизни каждого человека, будь то ребенок, взрослый человек. Я на собственном примере хочу сказать, что было это волшебство, было оно на протяжении долгого времени, и только суета смогла это все перекрыть. В данном случае в моем это учеба, это работа. Если ранее дети ждали только Деда Мороза и ждали этих подарков, то на собственном примере опять же я ждала мандарин, я ждала запаха елки. На Новый год за две недели я писала свое имя под елкой, чтобы подарки подарили именно мне. У меня в семье была традиция ставить туфельку на подоконник, и я ждала Деда Мороза, который заранее именно мне принесет подарок. Опять же придумали это мои родители, у меня брат, сестра, мы встречали Новый год все вместе. Опять же семейное ощущение, ощущение праздника. Спасибо. Давайте спросим всех, попросим поднять руки, кто дома будет елку наряжать? Неважно, живая, не живая. Все. Традиция сохранилась. Пожалуйста, выходим к микрофону. Следующий. Кто? Спасибо большое. Екатерина Андреева, гуманитарный факультет, Ростовский университет путей сообщения. Ну, должна вам сказать, что, наверное, в любом образовательном учреждении абсолютно правильно, что есть такой большой раздел работы, как воспитательная работа. И я сейчас скажу не только о преподавателях, я прежде всего скажу о том, что звучало здесь с самого начала передачи. Это прежде всего семья и общество. Семья, наверное, не даром. Это та ячейка, которая несет те традиции, которые зародились когда-то у наших предков, дальше, в наше будущее поколение. И знаете, что такое Новый год вот для всех? Мне, конечно, очень страшно, что молодые ребята сейчас говорят, что Новый год – это уже не чудо. Мне кажется, здесь огромна роль именно семьи в том, чтобы передать не только душевность, мы говорим о том, что у нас душевные ребята, и все у нас хорошо, а передать именно дух этого праздника. Новый год для всех – это какой-то рубеж. И если мы воспринимаем счастье как то, к чему нужно стремиться, то Новый год, наверное, это какая-то та точка, когда каждый себе говорит, ну вот, наконец, вот оно, вот, наконец оно пришло, это что-то новое. Но что такое счастье? Правильно абсолютно говорили до меня, что счастье еще Аристотель обозначал, как движение души в состоянии добродетели. И, наверное, счастье – это то, когда Бога больше благодаришь, нежели просишь. Поэтому у меня большой призыв, ну и, ребята, к вам, как к будущим создателям семьи. Давайте будем воспитывать в наших детях то, что называется духом Нового года. И тогда захочется не обязательно сделать, может быть, свои игрушки из цепных калечек, может быть, захочется сделать тот же самый чехол для мобильного телефона, но своими руками. Тогда дух останется. Спасибо большое. Спасибо. Корот. Когда мы были детьми, мы верили в то, что возможно все. Мы могли поверить в то, что мы заберемся на самую высокую гору, искупаемся в самом теплом море, напишем самый лучший роман. Потом мы начинаем взрослеть и учимся ограничениям жизни. И вот эти наши наученные ограничения мешают нам поверить в чудо. Я не хочу сравнивать, каким был Новый год до, каким был после, потому что нельзя сравнить счастье. Оно не бывает больше или меньше. Чудо не бывает больше или меньше. Давайте просто попробуем посмотреть на мир глазами наших детей, и тогда мы поверим в чудо. Ну и самое главное, когда мы загадываем, чего бы мы хотели на Новый год. От Святого Николая, от Санта-Клауса, от Деда Мороза. Давайте помнить о том, что это действительно точка отчета, и мы несем ответственность за то, что мы себе сами напророчили и пожелали. С Новым годом. Спасибо большое. Юрий Александрович, ваши слова. Да, пожалуйста, скажите. Отсюда можно, да? Давайте. Ну, во-первых, я не знал, о чем будет разговор, да, сразу скажу. Я пришел к концу передачи к выводу, что Деда Мороза мы, безусловно, оставляем, как кусок добра. И меня все-таки тема передачи чуть насторожила, особенно вот, когда молодой человек выступал, да. Нам нужно что-то брать из мировой культуры. Но самое лучшее, свое мы должны оставлять, беречь и защищать, кстати, о музыке. Я говорю о тех елках, отмененных, и рождественских всяких других атрибутах, которые сейчас, до чего докатилась наша чудная Европа. То есть в Англии, сейчас в Бельгии скандалы идут, да. Они, видите ли, наши рождественские елки, кто-то думает, что это оскорбляет чувство гостей, которые приехали жить в эту страну. Приехали в это общество, оно им нравится, оно создавалось веками, то есть условия жизни их устраивает. И вдруг, видите ли, то есть я, кстати, сейчас вот ехал в прошлое воскресенье, я не увидел елки на театральной площади. Я боюсь, что если мы сейчас очень активно вот этот вопрос не начнем бужирать в обществе, я, кстати, думал, что пустая тема передачи, но, в общем-то, на самом деле, все правильно. То как бы мы не докатились через 10-15 лет до того, что кто-то из наших гостей, которые очень много в нашем интернациональном по традиции, веками интернациональном Ростове. То есть у нас нет русских, армян, казаков, мы все ростовчане. Вот кто приехал в наш Ростов, чтобы они никогда нам не посмели даже подумать, сказать о том, что эти наши рождественские атрибуты, они ни к чему. И Дед Мороз, я думаю, даст Бог на века. Извините за этот текст. Спасибо большое. Я, конечно, согласна с всем вышесказанным, но я считаю, что даже в современном мире не все так плохо, и мы не потеряли дух Нового года. На своем примере я могу сказать, что я очень долго верила в Деда Мороза, и даже потом, когда знала, что подарки мне приносят родители, я продолжала в него верить. Этот праздник всегда значил очень много для меня, для моей семьи, для друзей, и, возможно, поэтому я до сих пор сохраняю это ощущение праздника перед каждым Новым годом, несмотря на возраст, на время. Спасибо. Спасибо большое. Отец Михаил, Ваши слова. Я хотел сказать, что вот было сказано, что по традиции у нас не праздновался Новый год, а праздновался в начале Рождество, а потом Новый год. Но вот, Вы знаете, все-таки так непросто у нас устроено, что Господь хранит нашу радость для того, чтобы вот эта суматоха вся на Новом годе остановилась. И вот у нас, наше правительство дало нам несколько дней для того, чтобы мы к Рождеству подготовились к истинной, настоящей тишиной, потому что через эту тишину можно прикоснуться к настоящей, непрекращающейся радости. И я всем желаю, чтобы мы вот за вот этой суматохой, за предновогодней, не растеряли эту настоящую тишину, настоящую радость. И это нужно просто взять и с начала Нового года просто выключить телевизор и заняться теми делами, которые нам Господь поручил творить. Спасибо большое. Нашу программу начинали две прекрасные женщины. Матильда, Елена Петровна, Ваши заключительные слова. На Ваших экранах вопрос интерактивного голосования. Нужен ли образ Деда Мороза современному обществу? Разница превышает практически в четыре раза. 200 с лишним человек голосуют «да» и всего 73 «нет». Матильда, Ваши слова заключительные слова. Ничего не отменять. Добавлять, пожалуйста, отменять ни в коем случае. Спасибо. Елена Петровна. Всю программу у меня в душе звучала песня, которая начинается словами «Этот праздник в году он единственный». А последняя строчка «Новый год» на тебя мы, конечно, надеемся. Для меня и думаю, что самое главное содержание Нового года выражено тремя словами. Вера, надежда, любовь. С Новым годом! Спасибо большое. Спасибо за то, что пришли в студию. И, как сказал Юрий Александрович, я думала, это будет пустая тема. Помогли эту тему сделать не пустой, потому что мы действительно каждый сам в душе хотим, чтобы этот праздник был ярким, красочным, волшебным и счастливым. Он ждет, он впереди. Я надеюсь, что мы обязательно встретимся в Новом году. Это была последняя, последняя программа «Форум» в 2012-м. Встречаемся после Нового года в 2013-м. Всего доброго, счастливо всем праздникам!